так всем огромный привет давным-давно вы просили меня показать как я делаю себе маникюр сейчас я буду делать наращивание ногтей наращивать буду я ногти полигелем вот такая вот фирма от нуб вот оттенок у меня нюдовый вот ногти я уже одну руку подготовила максимально естественный маникюр аппаратные сделала вот отполировала бафиком ногти они у меня очень сухие от того что я очень часто сейчас взбрызгиваю их антисептиком и очень часто мою я спилила вот такой вот пилочкой для ногтей это пилочкой из набора с алиэкспресс вот такой вот наборчик был здесь было 246 80 пилочек жесткость 100 180 я делаю все на соточку ответе все цвета то есть цветные гель-лаки я спиливаю вот этим вот и у меня здесь остается еще немножко полигеля но форма потом выравнивает это все я сейчас буду делать наращивание наращивать буду на вот такие вот формочки вот так вот выглядят формы они достаточно неудобные но я их подрезаю сейчас покажу как я подбираю размер так размер формы должен обязательно соответствовать ширине ногтя то есть он должен быть не меньше чем свой ноготь единственное что вот эта вот форма она идет кругу квадратная я вот ножничками просто вот немножечко срезала углы для того чтобы форма легла хорошо вот этот вот ноготь у меня ложится вот так то есть чтобы он залазил под кутикулу и закрывал полностью всю ногтевую пластину берем на раз на немножечко больше но ни в коем случае не меньше так как здесь будет выложен полигель и он немножко приподнимет форму и она станет немножко уже вот так что так вот я один ноготь подровняла и здесь у меня старые формы я их уже повторно использую просто я идеально их вырезала вот под этот ноготь видите он идеально лег то есть они многоразовые вы можете например 10 штучек купить у меня вот одна форма на два ногтя то есть ширина на большой и на безымянный пальчик я использую одну формочку и замена мизинец я стандартную использую она вот так вот ложится в принципе мизинец у меня самый проблематичный потому что он достаточно горбатый получается и вот здесь вот часто пустота бывает то есть между формой и ногтем так то у нас кусок лизы вот здесь вот видите она не всегда прилегает хорошо поэтому я сейчас вам буду показывать как я это делаю я уже нанесла без кислотный праймер ультрабонд вот такой вот он моментально высыхает и обезжиривает ногтевую пластину сделала такой вот маникюрчик в принципе просто брала кутикулу с ногтя вот базу я использую от коди это топ и база два в одном очень удобная штука не нужно две баночки для у меня какая-то немножко торт лепила муку только что мешала и здесь мука вот не нужно два флакончика носить собой можно одну баночку использовать и для топа и для базы вот сейчас буду наносить вот это вот просушивать в лампе лампа у меня вот такой вот от сани сан густала она у меня электрическая то есть она сама включается как только вы засовываете руку ведь она включается и реагирует на шевеление вот постараюсь максимально точно вам все показать на максимально удобно чтоб ясно было вот сейчас попробуем поставить правильно камеру так достаточно жидкая сама вот это основа до база топ берем совсем чуть-чуть потому что это как базовый слой будет и наносим наносим максимально к кутикуле так как полигель будет сцепливаться с базой очень неудобно мне так снимать на 10 секунд так для того чтобы смягчать и распределять полигель я использую такую жидкость enjoy конструирующая жидкость для работы с акрил и полигелем вот такая вот штучка 150 миллилитров буквально капельку нужно наливаю в этот же колпачок совсем чуть-чуть вот буквально и буду макать кисточку кисточка у меня тоже самое обычное она стоила там 50 гривен набор из трех джилла color хорошенечко смакиваю она была мягкая и вот очень удобно в крышечке просто снимать излишки так на большой ноготь я использую четвертую формочку здесь есть номера и что я делаю смотрим кисточку пока положу я беру вот край которым я буду прикладывать к ногтю и беру полигель полигель выдавливаю буквально горошинку на серединку она сама выдавила смотрите воздух был вот можно еще немножечко добавить смотря какую длину вы хотите вот вот таким вот образом я сразу скажу что я не профессионал я нигде не обучалась я не знаю как это правильно делать я несколько раз просмотрела видео в ютюбе как это делать и сама тебе делаю вот теперь распределяем мы просто от края максимально протягиваем вдоль до той длины которая нам нужна эти все края должны быть заполнены и самая выпуклая часть должна быть именно в центре вот этой вот формы вот и здесь вы можете выложить саму форму то есть очень пластичный он не пристает кисточки за счет того что мы в жидкость макнули вот форму овальную либо же квадратную и вот таким вот образом выравниваем форме полигель теперь что мы делаем теперь самое важное и самое нужное нам нужно правильно выложить вот готов ноготь вот готова форма с полигелем мы я делаю как подставляю вот этот край формы под кутикулу и как будто выдавливаю полигель вот чтоб он не попал не дай бог нам на кутикулу вот таким вот образом и придавливаю что классно в полигеле это то что видите вот здесь вот очень много вышло я смоченный жидкой с кисточкой могу это все убрать с ногтя то есть моментально убирается остается на кисти либо же вот просто проглаживаю я выравниваю форму дальше очень важный момент тоже когда наращиваете выравнивать вот здесь внутри понятное дело что будет опиливаться спиливаться я беру просто вот смоченную кисточку и проглаживаю выглаживаю максимально гладкий чтобы мой ноготь сравнялся с полигелем здесь хорошо прижимаем излишки убираем чтобы она не высохла и потом было меньше пилить вот таким вот образом у меня выглядит выстроенная форма на форме из полигеля вот здесь вы получается должны максимально четко сделать все но я потом просто фрезой выпиливаю вот и на 30 секунд в лампу ну что высушили мы наш ноготь в лампе и смотрите одним движением буквально раз все и форма остается чисто ничего не остается и сам ноготь ногтевая пластина очень гладкая уже готовая к пилу пилить здесь нужно минимум за счет того что форма уже есть нужно просто убрать длину и по сторонам выпилить нужную вам форму вот сейчас начинаем опил вот и и и и Вот таким вот образом у нас спиливается лишнее. Понятное дело, что толщина ногтя остается очень толстая, так как убирается длина. Видите, сколько опила попадает на поверхность, поэтому это лучше делать все в маске. Я хочу, например, сейчас квадратную форму, такую прям четко квадратную. Но чтобы не было ярких и таких явных углов, я немножечко спилю и закруглю. Вот такая вот форма у меня получается. Достаточно аккуратная. Что мы делаем дальше? Так, здесь у меня... Сейчас уберу. Вот. По кутикуле мне все, в принципе, нравится. Здесь я убрала уже все, видите. Здесь уберется с помощью фрезы. И здесь я тоже обработаю фрезой для того, чтобы вот здесь вот был плавный переход. Потому что когда ноготь срастает, либо же можно мягкой пилочкой убрать этот четкий переход. Лучше, конечно же, знаете, что сделать? Лучше вот эту вот идеально гладкую форму спилить вот этим вот бафиком. Вот. Просто сделать... Для того, чтобы сцепка с дальнейшей манипуляцией была хорошая. Вот, смотрите, видите, он гладкий, но не блестящий, не глянцевый. Теперь я беру просто базу. И покрываю наш готовый ноготь прям от... От кутикулы, максимально близко к кутикуле. В идеале было бы, конечно, помыть руки, чтобы не оставалось пыльцы. От опила. Вот. Таким вот образом. И отправляем на 10 секунд в лампу. Так, ну что, вот такой вот ноготь у меня получился. Просто нарощенный. Здесь я не выпиливала, потому что я не буду наращивать ногти сейчас все. Это очень долго. И я просто хотела показать вам технику наращивания. На форме это просто идеальный вариант. Очень быстрый, очень легкий. И мне кажется, достаточно неопытный мастер сможет это сделать. Вот. Поэтому форма хорошая, если выпилить еще. Очень прочные, классные. И срастают. Вот именно этот цвет мне нравится, когда срастает. Его не видно, когда он отрастает. Если сделать плавный переход от кутикулы. Вот. Так что, надеюсь, показала вам саму технику, которую я делаю. Я не мастер. Я это делаю для себя. Всем спасибо за внимание. Буду делать сейчас ярко-синий в стразах короткий маникюр.